Приветствую вас. Ну, вы правы. Вы правы. Один на том, что запутались, потому что вы не доверяете себе, и по этой причине, собственно, вы запутались. Люди путаются, как правило, именно к тому, что не доверяют себе. А недоверие в себе возникает, как правило, тогда, когда у человека есть определенные противоречия у самого собой. Смотрите. Вы говорите, значит, познакомилась с мужчиной, а я, значит, несколько дней на море. Симпатия, секс. Например, где познакомились? Как познакомились? По поводу чего познакомились? Что вас объединяет, судя по тому, что вы описываете, ну, мягко говоря, немного. Если честно, если честно, вообще почти ничего. То есть, ничего общего. Не, ну, кроме, кроме симпатии, кроме того, что вы друг другу нравитесь, кроме того, что у вас был секс и так далее. Вот. То есть, это очень важно, как познакомились. Дальше. По вашему тексту, я не уверен, что это было на самом деле, но по вашему тексту, получается, что уж вы познакомились, и вот вы были на море, и вот вы уже переспали. Все это довольно быстро все произошло. Почему так произошло? Если вы этого хотели, это одно дело. Но, как бы, это не обязывает, там, мужчину, допустим, быть с вами в серьезных отношениях. Напротив, если вы переспали после знакомства сразу, то тут, как бы, он может подумать, что вы так, ну, что вам нужен, что вам нужен только столько секс и так далее. Вот. Если, значит, там, какое-то время прошло, то нужно, понимать, какое время прошло. Да. Вот. Дальше. Потом не виделись, э-э-э, пару недель с новой поездкой. Предлагал под алкогольным жить вместе, говорю, что не женатый не был. Нужно смотреть. Даже если бы это была правда, насчет того, что человек не женат, был, ну, что не был женат. Даже если бы это была правда. Что, все равно, слишком быстро. Слишком быстро все развивается. И, явно, мужчине здесь вы нужны для чего-то. То есть, ему просто хорошо находиться рядом с вами, просто нравится находиться рядом с вами, вы им просто нужны. Там, не важно, там, для секса, не для секса, вы ему нужны. Вот. Э-э, нужность для секса, э-э, не самая плохая. И имеет, относительно, не так много последствий, как, вот, нуждаемость в других аспектах. Вот. Потому что, ну, последствия негативные аспекты могут быть чисто физиологические. Вот. А последствия, вот, нуждаемости в чем-то другом могут быть психологические. И, в этом смысле, ну, они гораздо, скажем так, глобальные. Глобальные. Да? Вот. Поэтому здесь, такая небольшая, небольшая будет ремарка, попомнить того, как вы относитесь к сексу. Потому что, ну, у вас тут мелькает. То есть, вот, вы вроде бы переспали. Давайте пока будем говорить, что переспали после знакомства сразу. Вот. А дальше вы говорите, что нет, я подумал, я бы подумал, что для секса, но нет, он на секс не намекал. То есть, какое значение для вас имеет секс? Может быть, потому и не намекал, что мужчина понял, что для вас секс имеет значение, что по отношению к сексу вы делаете какие-то выводы относительно мужчин. Ну, понятно, ладно? Дальше, вы пишите, а доброжелатели, значит, насептались, что он врал, что у него, соответственно, ну, что у него женат и дети. Доброжелатели, в кавычках, написали вы. В итоге приезжали его. Какой вывод? Послучили доброжелатели? Вопрос. Зачем? Ну, то есть, поверили вмещаться третьим лицам в отношениях. Почему? Потому что не доверяли. Кому? В первую очередь, в себе. Не доверяете вы, в первую очередь, самой себе. В этом заключается ключевая особенность. В этом заключается ключевой момент. Вы не доверяете сами себе. Поэтому здесь вы послушали доброжелатели, хотя сам же этих доброжелателей заключили в кавычки. Вот. И его приезжали. Зачем? Ну, рассказал он вам правду, что у него все под плечами брак. У него там, что 2 года назад закончилось. Ну, есть дети, ну, и что? Все равно, как бы, ключевая проблема-то, она на поверхности, что у вас с личным мыслям все развиваются, но ключевая проблема, она на поверхности, что вы друг друга как личности не видите, вы видите друг друга только как мужчина и женщина, вот, вне зависимости от того, знаете ли вы, что у него там что-то было до вас или нет. Разница в возрасте 12 лет. Большая разница в возрасте 12 лет. Есть основания говорить о том, что вы не совсем воспринимаете мужчину как мужчину. Если на вас нет словами говорить о том, что вы воспринимаете мужчину как отца, и нужно исследовать этот момент. Нужно посмотреть насколько вы ведете себя аутентично, естественно, с мужчиной. Если вы ведете себя с ним, допустим, как ребенок, то это надо будет корректировать, потому что это помещает вам построить отношения с мужчинами в дальнейшем. Не важно там с этим мужчиной или с другим мужчиной, без разницы. Но факт, 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 остается факт. Нажимаете, какая штука. Дальше. Вы говорите. Он предлагал вам переезжать, если вы не верите. Но, якобы, сделано это потому, что с нас вы не согласитесь. Ну, если честно, выглядит как такая взаимная манипуляция. У вас уже есть проблемы с доверием. У вас уже есть проблемы с доверием. Большие. Вот. Ну, а проблемы с доверием, как я сказал, это проблемы с доверием самому себе. Вот. Так что, здесь нужно исследовать именно то, как вы относитесь к себе самому. Дальше. Он постоянно пропадает. Может мне звонить по несколько дней, планируем, что это пропадает. Потом по звенению отправляет всего по кругу. Ну, мужчина здесь явно держит дистанцию, боится заливаться. Вопрос в том, как вы воспринимаете его пропадание. Вы говорите, что мы что-то планируем. Кто мы? Нет, в тот же момент. Я чего-то хочу, ты чего-то хочешь. Но я могу сделать то, что находил и без тебя. Понимаете? Это вот вопрос того, насколько вы, ну, зависите от мужчины. Дальше. Дальше. Может. Так. Говорит, что о чувствах писать. И говорит, что писать каждый день не его, а о чувствах нравлюсь. То есть, вы спрашиваете, что он к вам чувств выдался. Понимаете? Неуверенность. Вы проявляете неуверенность в себе. А запонарное его поведение? Значит ли такое поведение, что ему плевать? Нет, иначе бы он не проявлялся. Вопрос в том, что он хочет того, чего, вероятно, не хотите вы. То есть, вам нужны разные вещи. Что нужно вам, не совсем понятно. Что нужно ему, тоже не совсем понятно. Вам нужно определиться, что вам нужно. И для чего, чего вы с чего вообще хотите. И для чего. И после этого уже идти к этому. Неважно с ним или без него. А пока что, вы пребываете в некой такой зависимости. И пытаетесь понять его поведение, вместо того, чтобы разобраться в себе и понять себя. Вот. Ну, возможно, вам это мешает сделать. Это все самые конфликты. Которые я, так сказать, упомянул. Ранее. Вот и все. Да. Так. Ах. При этом на три месяца. За три месяца убедились пять раз активы, исключая поездку. Запуталась. А в чем вы запутались, Арена? В чем конкретно? Вот. Что с чем? Борис. Что с чем? Попробуйте выявить конфликт. Выявить конфликт и выразить его. Вот. Это будет первым шагом к пониманию ситуации. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. И вы найдете в нее выход.